МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никаких котов в мешке и неудачных собеседований. Кадровый центр Ульяновской области начал работу по методу открытого кадрового отбора. Теперь люди, которые ищут работу, могут встретиться со своими будущими начальниками на семинарах. С Сергеем Ивановичем Морозом, нашим губернатором, поставлена задача переформатирования работы службы занятости и преобразования системы профессионального образования. Для реализации национального проекта производительность труда. Перезнакомственно сотрудники центра проводят занятия с обеими сторонами. С руководителями обсуждают концепцию их предприятий. Соискатели учат правильно составлять резюме и представлять себя в выгодном свете. В центре занятости подходят к этому процессу творчески. Мы дальше даже идем. Мы теперь готовим их на видеокамеру, для того, чтобы они увидели свои оплошности, свои речевые какие-то недостатки устранить, мимику, жесты и так далее, чтобы было, когда он увидит этот человек, да любой, тогда ему будет легче их устранить. Наша съемочная группа посетила один из семинаров. На повестке дня – набор сотрудников, налоговую инспекцию и в управлении службы судебных приставов. На мероприятии присутствовали начальники отдела кадров и их потенциальные сотрудники. Представители ведомств рассказали соискателям об условиях работы, правах и обязанностях. По мнению специалиста из налоговой, новая форма отбора очень удобна. До взаимодействия с центром занятости населения мы обычно, ну скажем так, размещали тоже на сайтах различных вакансий, имеющиеся на данный момент, либо по звонку кто-то там, допустим, просто обращался по телефону на собеседование, когда приходят, естественно, мы тратим время гораздо больше, более длительный процесс проходит. Я думаю, что сегодня, благодаря центру занятости населения, мы ускорим процесс подбора претендентов. В формате открытого отбора работают не только налоговая инспекция и служба судебных приставов. Руководители градообразующих предприятий тоже включились в процесс. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости Управды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин